Привет-привет, дорогие друзья! В этом видеоролике с вами поговорим о гражданстве. Мы начнем этот выпуск с тех видеороликов, которые достаточно, я считаю, интересными. И, честно хочу сказать, особо их никто нигде не показывал, я их нашел в ТикТоке. А в дальнейшем по-любому с вами обсудим тот документ, который попал в мое распоряжение. Он связанный конкретно с вопросами с паспортов и гражданств. Мы находимся возле посольства Украины. Как я обещал, мирный митинг покажу вам. Мы недовольны тем, что нас лишают основных прав человека. А именно, нас отказываются идентифицировать и выдать загранпаспорт за границей. Это друзья Прага. Там собрались наши граждане, которые пострадали от нашего государства, а точнее даже от нашей власти, которая решила в один прекрасный момент по половому признаку нарушить права мужчин и не выдавать им за границей паспорта. Это касается мужчин от 18 до 60 лет. Мои право виснувати владу повноважения безусловно. А вы, как слуга народу, можете нам тут соответствовать, что вы делаете соответствующую главу Конституции, в котором говорится, что вы должны работать только соответствующую закону. Дайте вину! Не выходите от этого! Это основная... Как я понимаю, они там даже смогли пообщаться с послом, который к ним вышел, который, честно сказать, ничего хорошего людям не сказал. Он сам до конца в этих вопросах не разбирается и не понимает. Единственное, я думаю, что он понимает, что сверху дали такое указание людям паспорта не выдавать. У вас не генерируется QR-код. Вибачьте, а каким законом предбачен Резерв Плюс? В Украине не существует закон, в связи с которым мы должны пользоваться этой программой. Військовые документы предбачены законодательством Украины про правый режим военного часа. Действительно, это 20 статей. Там нет ничего про Резерв Плюс. Еще раз вам показали аппликацию. Действительно, мы не знаем распорядником ресурсов, мы отвечаем за себя. Есть законодательство Украины про военный статус. Визначено, что обезопасной условией для надения консульских послуг после определенного периода времени есть убитие из военно-обликовых документов. Люди, как по мне, начинают задавать абсолютно правильные вопросы. Каким нормативно-правовым документом, законом, либо еще чем-то предусмотрен так называемый Резерв Плюс? Я как искал, так и не нашел. И я думаю, никто из юристов тоже его не найдет. И сам он об этом знает. Начинает вилять что-то, крутить и говорить о каких-то там обликовых документах. Какое отношение застосунок в мобильном телефоне имеет отношение к документам учетным из ТЦК? Ну что, ответов нет. Сказка про белого бычка продолжается. Доброго дня. Шановные, мы сегодня митинг за паспорты, что вы дали официально, а вы подбивите право. Схитут у Хилянти. Мы в этом установке уже находимся несколько месяцев. Как вы видите, мирный митинг. Раньше наши люди, я так понимаю, собирались против Российской Федерации. Были эти многочисленные митинги, что-то там кричали возле их посольств, консульств. В Европе сейчас уже, как говорится, приезжало. До такой степени уже довели людей, что они даже за границей готовы собираться. Конечно, там людей собралось больше, честно сказать, чем я думал. Но, как говорится, посмотрим, что будет в дальнейшем. Будут ли люди дальше продолжать отстаивать свои права. Потому что, как мы видим, к сожалению, правовые механизмы у нас в нашем государстве не работают. Просто решили у людей забрать паспорта. А что для меня, честно сказать, забрать гражданство. Это полностью равные вещи. Из-за новых ограничений на консульские услуги для украинцев за границей многие задумываются о втором гражданстве. Сегодня обсудим молдавское гражданство, поскольку ожидается изменения в законодательстве, которые могут ужесточить условия получения гражданства Молдовы. Не верите компаниям, которые вам предлагают получить молдавское гражданство без оснований. Хотите все сделать легально и с гарантией? Тогда обращайтесь в документе МД. Итак, я напомню, кто имеет право на получение молдавского гражданства. Вы родились в Республике Молдова. У вас есть родители или дед или прадеды, родившиеся в этой стране. У вас есть предки, родившиеся до 28 июня 1940 года в Черновецкой области, а также в северной, бывшей Массор и южной части Одесской области. Сроки оформления гражданства тех, кто родился в Молдове, по закону занимает 6 месяцев, а по факту 2-3 месяца. Срок получения гражданства по предкам занимает по закону до 6 месяцев. Всю процедуру можно оформить по доверенности, без необходимости находиться в Молдове. Компания документе МД работает профессионально и, главное, легко. Как всегда, ссылку оставлю в описании под видео. Оставляйте заявку, если у вас есть основания, вас бесплатно проконсультируют. Вот, друзья, самое интересное письмо из Министерства юстиции Украины. Добрые люди сделали туда запрос и получили ответ аж на трех страницах. Про смену месяца регистрации за декларованную обводом. Занимайтесь с облика, обостановывайтесь на облик. То есть, как и раньше, друзья, для того, чтобы фактически прописаться, выписаться, буду говорить по старинке, сейчас называется, снятие с места регистрации, необходимо предоставить документы из центра комплектования. Так как оно и было, так эта ситуация осталась и не изменилась она абсолютно. Тут, как говорится, нового ничего нет. Что там еще пишут? Передбачено, что в умовах военного стану оформление паспорта гражданина Украины и гражданина Украины для выезда из Украины, в видеокремленных филях представительства, государственных предприятий, что належит до Державной иммиграционной службы Украины, гражданам Украины человеческой стадии от 18 до 60 лет, здействуется за умов наявности у вказанных осіб військово-обликового документа. Здесь четко речь идет о заграничных представительствах. То есть, если вы находитесь на территории Украины и хотите там себе паспорт наш, будем говорить, по старинке внутренний сделать, поменять на эту ID карточку или просто что-то там, фотографию вклеить, либо загран тот же паспорт, который непонятно зачем нужен, если никого не выпускают, и сделать это все в Украине, для этого не надо никакие документы из ТЦК. Но если вы находитесь за пределами нашей Родины, чтобы людей, которые выехали из Украины, наказать, придумали такую тему, что необходимо предоставить этот документ. И понятно, что у многих там не обновляется информация, там резерв плюс не подтягивается, и, конечно же, путь здесь только один, ехать назад в Украину и пытаться решить как-то этот вопрос. Хотя решить, вы же понимаете, его нельзя, и мужчина в здравом смысле, который здраво рассуждает, будем так говорить, конечно же, в Украину назад не поедет, потому что там закроют, не выпустят, мобилизации отправят на войну. Естественно, не для этого люди сбегали из Украины, чтобы вступать назад на землю обетованную и возвращаться домой. Так что мы понимаем, что ограничения есть, есть официальное подтверждение, потому что было очень много слухов о том, что еще есть какие-то запреты, то есть запретов фактически только два, согласно официальному ответу. Первое, друзья, это то, что и было ранее, это с регистрацией, перерегистрацией смены прописки тут осталось, и если человек за границей, у него нет этого документа, то тоже этот человек не может получить паспорт. То есть кучу людей наше государство выкинуло за обочину, к сожалению, и решили, что эти граждане попросту нашему государству, точнее даже не государству, а нашей этой власти нынешней не нужны. И, к сожалению, вот такая вот печальная информация. Также я уже в моих видеороликах более ранее говорил, что в Дублине ребята собирались, там их было меньше, чем в Праге, там, я понимаю, наверное, диаспора наша поменьше. Тоже они требовали, чтобы восстановили в правах мужчин, чтобы мужчин у нас по половому признаку в Украине не угнетали, не заставляли, не принуждали, не было всякого принуждения, и, естественно, отдали им эти паспорта, потому что, как я уже не раз говорил, это не услуга, это обязанность нашего государства предоставить своим гражданам паспорта. А если, извините, вы не хотите исполнять свои обязанности перед гражданами, то как вы можете требовать что-то от людей в духе, как там пойти на войну или что-то там может быть менее существенное. Также я слышал, что в Польше что-то там было подобное, какие-то люди собирались, никаких, к сожалению, подтверждений этого нету, но писали люди, писали в социальных сетях, в ТикТоке искал, не нашел, нигде ничего не нашел, фотографий нет, видеороликов тоже на эту тему, к сожалению, нет. Но информация, будем говорить так, что такая есть. Поэтому, если кто-то знает, может об этом написать в комментариях к этому видеоролику. Чипереверятамут анолу нет данных у висково-забовязанных жен на кордоне, вид по виду ДПСУ. И говорят, что пока женщин трогать не будут. К чему я это говорю, к чему это новость здесь вообще, к паспортам и всему остальному? К тому, что то, что они начинают это массировать, говорить и так далее, надо понимать, что если в ближайшие полгода-год военное положение, война не закончится, то будут по-любому и до женщин добираться. И я уверен, что много еще у кого начнутся проблемы с этими паспортами. Потому что вспоминаем вопрос, связанный с выездом из Украины. Сначала там и студентов выпускали, и нелегально люди перебегали. Короче, там за взятки, за небольшие, потом больше, больше, больше. Это все сжимается, сжимается, сжимается. И люди уже там нелегально пытаются, и по нескольких раз платят огромные деньги, и не могут сбежать с нашей земли обетованной, к сожалению. То есть, друзья, мы должны понимать, что оно все сжимается, сжимается. И они делают это не так, что, говорится, взяли саблю сразу, отрубили, и всем вообще без исключения запретили. Сначала мужичков поджали, там тех, тех, тех категории, инвалиды, не инвалиды. Потом там еще кого-то, потом до детей, до женщин тоже будут добираться, я уверен. И я более чем уверен, что если война в ближайшие 4-5 лет не закончится, то все граждане Украины, вне зависимости от пола, почувствуют на себе ограничения, связанные с передвижением и с выездом за пределы нашего государства. У нас есть такой закон о гражданстве. И тут вот есть такая интересная статья 22-я. Полномочия президента Украины. И тут написано, что решение о том, чтобы дать человеку гражданство, либо забрать гражданство Украины, лишить, принимает лично президент Украины. К чему, друзья, я это говорю? Потому что после подобных видеороликов про гражданство, про паспорта и про все остальное, мне начинает сыпаться шквал обращений по поводу того, что помогите избавиться от украинского паспорта, избавиться от гражданства. Это, друзья, невозможно. Объясняю почему. Есть ряд критериев, которые надо соблюдать. Первое. Вы выехали за пределы нашей Родины. Вы получили гражданство от другой страны. Кроме того, вы там зарегистрированы, стоите на учете, что вы постоянно проживаете за границей. Вы пишете ходатайство на имя комиссии даже нашего президента Украины, где просите лишить вас гражданства Украины. Все эти документы собираются и передаются в Киев. Есть так называемая комиссия по гражданству при президенте Украины. И, соответственно, если туда попадают документы, они должны их рассмотреть и передать уже в дальнейшем президенту Украины, чтобы он своим указом лишил вас гражданства Украины. Таких случаев, если не брать каких-то известных персонажей, вроде Корбана, еще там кого-то, за последнее время не было. То есть и рассчитывать на это не стоит. Специально, друзья, это объясняю, потому что никому не буду ни в каких сообщениях отвечать на вопрос, связанный с тем, чтобы помочь избавиться от гражданства Украины. Я это сделать не могу. Я не президент Украины. Все вопросы к нему и даже не к нему, точнее, а к нашему такому уникальному, замечательному законодательству. Что это за страна такая, где люди повально хотят избавиться от гражданства, от паспорта, я не знаю, что сказать, друзья. На этом прощаю с вами. Желаю, конечно же, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Я из Украины, жил в Польше, в Канаде. Теперь я живу в Соединенных Штатах уже два года. Меня до сих пор не покидает вопрос, зачем люди живут в странах третьего мира. Сейчас я объясню, что имею в виду. Есть популярное высказывание, что бутылка воды в магазине стоит доллар, в ресторане 3 доллара, где-нибудь в аэропорту 5 долларов. Так оно и в жизни. Ты просто поменял свое место, где ты находишься, страну. И у тебя совершенно другая жизнь. Ты можешь позволить то, что не мог позволить раньше, хотя работал, допустим, на той же работе, просто в другой стране. У государства должны быть какие-то функции. Первое, оно вас должно защищать. Второе, давать вам работу. И третье, оно вам должно обеспечить нормальный уровень жизни. Если страна не может защитить своих граждан, я сейчас имею в виду не какую-то там одну конкретную страну, таких много, нет работы и плохой уровень жизни. Вопрос, зачем там жить? То есть вы живете, платите налоги, и причем, как правило, в таких странах огромные налоги. По 20% просто, если вы хотите хлеб купить. На бензин, абсолютно на все. То есть вы живете, за все платите овер просто налоги, потом вы едете покупать машину, и вам на границе говорят, вы ее купили за 3 тысячи, вам говорят сверху 2 тысячи, она вам 5 выходит. Люди разрабатывали эту машину, и она стоит 3 тысячи. Для того, чтобы в какое-то поле, в страну, я не знаю, загнать машину, вы даете 2 тысячи долларов. Просто за номера. Если эта страна для того, чтобы эта машина появилась, не сделала ничего. Часто в комментариях пишут, патриот, не патриот. Я, если честно, вообще это не понимаю. Мне кажется, кто это пишет, они просто жертвы пропаганды. Как можно говорить, я там оттуда, у нас лучшая страна, но если она не лучшая, есть рейтинг, есть статистика. Мы все обмениваем свое время, чтобы что-то получить. То есть ты тратишь время, зарабатываешь деньги, потом купил, допустим, айфон. Вот если ты в этой стране должен потратить год, чтобы купить обычный телефон, а в другой стране это можно заработать за неделю. О чем тут говорить?